Привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю очень вкусный, а главное, очень полезный завтрак. Его существует миллион и одна вариация, вы уже будете делать такой, как вам будет нравиться. И этот завтрак называется гранола. Тот, кто не пробовал гранолу, прожил полжизни просто зря. Вы обязательно должны ее приготовить. В этот раз я буду готовить для себя шоколадную. Я готовлю очень много разных, поэтому часто их меняю. У меня будет в этот раз шоколадная с медом. В сотейник я положила мед, не обязательно, он должен быть там прям жидкий, потому что я все это буду подогревать. Я положила 80 грамм меда и добавила 15 грамм подсолнечного масла. Масло может быть любое, без запаха. Добавлять теперь буду сюда еще воду. Воды 100 миллилитров и 20 грамм сахара. То есть вы можете вместо воды заменить, допустим, на кокосовое молоко и не ложить тогда какао. И будет просто очень вкусно. Я уже так делала, ну совершенно другие фрукты потом добавляю, но как бы вариаций очень-очень много. И добавляю сейчас 2 чайные ложечки с горькой какао. Тоже все по вкусу, как вам нравится. В этот раз делать хочу немножечко пряный вкус, поэтому добавила немножечко, буквально капельку молотого имбиря и щепотку корицы. Это все по вкусу, не хотите, не нужно. Ставлю это все на плиту, в принципе, только для того, чтобы все наши ингредиенты соединились, то есть прогреваю. И на этом этапе буду измельчать орехи. Можно их взять абсолютно любые, такие как вам нравятся. Хоть макадамия, хоть кешью, хоть даже арахис. Я буду простые грецкие орехи сейчас использовать. Я их ножом слегка измельчаю. Ну, я не скажу, что прям очень мелко. Вот такая вот крошка, чтобы ее удобно было кушать, их казалось много. Орехов можно положить до половины веса хлопьев. Если я хлопьев буду использовать 200 грамм, то орехов можно взять до 100 грамм. У меня там было где-то буквально грамм 50-60 орехов всего. Я решила в этот раз много их не добавлять. Тем временем, пока подогревается наша смесь, взвесила овсяные хлопья. Хлопья должны быть натуральные, а не пропаренные. То есть те, на которых написано варить не 5 минут. То есть там, где написано варить нормально 15-20 минут. То есть это должны быть именно просто плющеные хлопья. Всыпаю свои хлопья в разогретую смесь и хорошенько перемешиваю. Они становятся такими влажными. Орехи, кстати, мы не жарим. То есть до этого. Орехи у нас не жарены. Они у нас потом в духовке сами дойдут. Поджарятся. Перемешиваю хорошо. Практически впитается вся смесь. Добавляю сюда же орехи. Опять все хорошо перемешаю. Если мы не будем добавлять жидкость, а будем, допустим, добавлять сахар, сироп кленовый, мед. Вот наши хлопья, они не проготовятся, и они будут такими, как дубовыми. Я пробовала несколько вариантов, и мне не совсем понравился результат. Мне больше нравится, когда мы добавляем немного жидкости. То есть наши хлопья пропарятся. Именно поэтому я сейчас не буду растягивать эти хлопья на весь противень. То есть я такой высокой, довольно, сантиметра в три пластом сделаю. Именно для того, чтобы внутри наши хлопья пропаривались. То есть они проготовились хоть немного. Они тогда от этого будут только более хрустящие и мягкие. Ставлю в духовку. Где-то градусов на 150. И это будет у нас запекаться где-то около часа. Но каждые 10-15 минут нужно перемешивать вот так вот. И разбивать кусочки, которые вдруг у нас стали такими большими. И постепенно как бы у нас подсыхает, высушивается полностью. Вы достаете, оно еще будет влажное. Где-то вот через час, как вы достанете, будет слегка влажное. Но оно очень быстро, эта влага, испарится. И останутся вот такие вот хрустящие, очень вкусные, рассыпчатые хлопья. Которые можно потом просто залить молоком. Просто можно их трескать вот в сухими, как бы очень вкусно. Если бы мы хотели сделать батончики, то есть мы бы не разбивали, а наоборот спрессовали. И можно было бы просто порезать потом и сделать вот такие вот злаковые батончики. Тоже очень полезно, как перекус, если там с собой куда-то на работу взять. Я считаю, это беспроигрышный вариант. Сюда теперь на этом этапе можно добавить любые сушеные, либо вяленые фрукты. У меня здесь просто в этот раз чернослив. Можно добавить сюда и вяленую вишню, как я показывала, и финики, и цукаты, и все, что вам нравится. В общем, я надеюсь, вы обязательно попробуйте после этого этот рецепт. Это очень вкусно. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.